Привет, я доктор Берг. Сегодня мы поговорим о дефиците железа. Дефицит железа — самый распространённый дефицит. Давайте разберём его на самом базовом уровне. Железо нужно для транспортировки кислорода через кровь. Ещё оно участвует в выработке энергии на клеточном уровне. Оно помогает создавать ДНК. Оно помогает с гемоглобином, миоглобином, который переносит кислород в кровь и в мышцы. Железо необходимо, чтобы переносить кислород в различные части тела. И с нейроглобином, который, по сути, похож на остальные переносчики кислорода, но он идёт по центральной нервной системе — головному мозгу, спинному и так далее. Железо помогает вырабатывать Т-клетки, то есть работает на иммунитет. Симптомы дефицита железа — утомлённость, измождённость. Если у женщины очень болезненные менструальные циклы, у неё может быть анемия, нехватка железа и, как итог, хроническая усталость. Учащённое сердцебиение, отдышка, особенно при ходьбе в гору. Низкая выносливость — вы быстро выдыхаетесь. Синдром беспокойных ног — это дефицит железа. Могут быть и другие причины, но это одна из них. Синдром дефицита внимания, проблемы с концентрацией — это бывает как у детей, так и у взрослых. Проблемы с памятью — тоже нехватка железа. Любопытно, да? Обычно организму нужно 8 миллиграммов железа в день. Женщинам после менопаузы требуется 18 миллиграммов железа. Это на 10 миллиграммов больше, чем обычному человеку. Беременным требуется 27 миллиграммов железа в день. Да, железо есть в шпинате, в овощах, в бобовых. Но загвоздка в том, что железо животного происхождения усваивается гораздо лучше. Если вы вегетарианец, то вы можете получать железо при большом выборе овощей. Но его куда легче получить из мяса, птицы, рыбы и подобных источников. Далее, нутриенты, необходимые для усвоения железа. Нужен витамин А. Обычно у людей с дефицитом железа имеется также дефицит витамина А. Медь, цинк — вам нужны эти элементы. Кстати, когда люди принимают железо в качестве добавки, чаще всего они принимают оксид железа. Его я не рекомендую. Это не лучший источник железа для тела. Его лучше получать из еды, если, конечно, это возможно. Но если вы принимаете железо в качестве добавки, и вы также принимаете кальций, то, скорее всего, вы его не усвоите. Надо сначала принять железо, а кальций позже, с промежутком в пару часов, а не совмещать. При дефиците железа плохо происходит превращение гормона Т4 в Т3. Для этого щитовидной железе нужно железо. Одной из причин дефицита железа может быть веганство. Возможно, вы веган, но делаете это неправильно. Едите слишком много очищенных зерновых, вызывая у себя дефицит железа. Возможно, у вас целиакия или СРК, или проблемы с пищеварением, или пониженная кислотность желудка, тогда усваиваемость железа падает. Это может быть и после шунтирования желудка, или же при хроническом воспалении. Ещё интересна такая вещь, как фитиновая кислота. Она содержится в бобовых, зерновых, орехах и семенах. Если вы их употребляете, и они не проросшие, то вы блокируете усвоение железа и других элементов. И вот в чём парадокс. Если вы едите эти продукты, вам нужно их проращивать, то есть замачивать на ночь в воде, высушивать и только потом уже есть. Есть определённые генетические состояния, при которых в печени слишком много железа, а в печени хранится большая часть железа, и оно может быть очень вредным. В такой ситуации, чтобы вывести железо, я рекомендую есть бобовые, зерновые, орехи и семечки, но не пророщенные. Так можно снизить уровень токсичного железа, и, возможно, стоит принимать больше кальция. Это была информация о железе. Поделитесь мыслями в комментариях. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на канал, и увидимся в следующем видео. Пожалуйста, подпишитесь на канал, и увидимся в следующем видео. Подпишитесь на канал, и увидимся в следующем видео.